Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Отвечают лично. Президент страны поручил главам регионов, пострадавших от паводков, лично следить за ликвидацией последствий. Ответственно, нормально поставить всю работу. Самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить. Голодные игры. При задержании северокорейских шхун в Японском море трое российских пограничников получили ранения. Очередной гигант. Владивосток встретил лайнер Quantum of the Seas с пятью тысячами туристов на борту. Хочу прогуляться по городу, сделать фото вон там и вкусно поесть. Также в выпуске. Интерес общественности и центральных СМИ к процессу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева не ослабевает. Еще раз скажем, большой конгресс. В Владивосток приехали более четырех тысяч врачей и ученых из разных сфер медицины, а также Нобелевский лауреат. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Президент страны Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Главы регионов лично отвечают за ликвидацию последствий паводков, подчеркнул глава государства. Совещание прошло в Москве в кризисном центре МЧС. На прямой видеосвязи с президентами и министрами были главы семи пострадавших регионов – Забайкальского и Хабаровского краев, Республики Бурятия, Магаданской и Амурской областей, Еврейского автономного округа и Приморского края. На видеосвязи с регионами Владимир Путин подчеркнул, особое внимание нужно уделять тем, кто потерял жилье. Зима уже заявила о себе на Дальнем Востоке. Вот и в Приморье прошли первые заморозки. Жителям Хасанского района, пригорода Владивостока, другим попавшим в паводок территориям, восполнят потери на подворьях. Причем чиновники, по мнению главы государства, не должны ждать обращения людей, а должны сами приходить в дома и предлагать помощь, в первую очередь, пенсионерам и семьям с детьми. Нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно, и сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент. Именно каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку. Должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону о выплатах. Иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги. Знать, куда обратиться. Пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с чертовостью и формализмом. С худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги. Ответственно, нормально поставить всю работу. А глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы. Самим, самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить. Понять, что нужно сделать. Губернатор Приморья Олег Кожемяка на селекторном с президентом подчеркнул, что серьёзный ущерб нанесён сельхозугодием, в том числе незастрахованным. Площадь пострадавших от наводнения посева в крае составила 14,5 тысяч гектаров. Приморье просит 370 миллионов рублей для поддержки сельхозпроизводителей. Просим вашей поддержки по компенсации ущерба сельхозпроизводителям на сумму 370 миллионов рублей. 75% из которых не застраховали свои посевы. Вот сейчас изложили то, что вам нужно, но официально не обращались в федеральные органы власти за поддержку. Да, в установленном порядке мы в течение до 23-го числа, мы все документы у нас срок 28-го, мы представим. Не затягивайте. Глава Приморья говорил и о компенсации 50% от затраченных аграриями средств для подготовки к грядущим весеннеполевым работам с условием страховки 100% урожая. А ещё Приморью необходимы финансовые ресурсы на восстановление дорог и мостов в сумме 207 миллионов рублей. Незастрахованный урожай – это общераспространённая ситуация. Об этом сказал и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он поддержал просьбу губернатора Приморья компенсировать ущерб из средств резервного фонда. Путин заявил, что правительство рассмотрит возможность помощи потерявшим урожай. Напомним, общий ущерб Приморья от паводка составил полтора миллиарда рублей. В 17 муниципальных образованиях произошло подтопление 47 населённых пунктов. Затопило 1300 домов, 7300 приусадебных участков и 17 социально значимых объектов. Пострадало более 12 тысяч человек, из них 2000 детей. Ситуация после четырёх тайфунов могла быть и хуже, но помогли 183 миллиона рублей, выделенные из краевого бюджета и вложенные осенью и зимой в мероприятия по расчистке русел рек и дноуглублений. В 2018 году при гораздо меньших осадках ущерб составил более 2,5 миллиардов рублей, в половину больше. Олег Кожемяка предложил продолжить практику и в нынешнем году на условиях софинансирования выделить Приморскому краю на расчистку русел ещё 240 миллионов рублей, а также внести изменения в федеральное законодательство, предоставив полномочия по дноуглублению и расчистке русел рек муниципальным образованием. Олег Завьялов, Новости на восьмом. На восстановление лесов в Приморье будет выделено почти 65 миллионов рублей. Как обещают в Краевом департаменте лесного хозяйства, это позволит увеличить площадь заново засаженных площадей с почти 300 до 345 гектаров к 2024 году. Новые деревья высадят на территориях, где ранее велись вырубки, на участках пострадавших от пожаров. Корейский кедр – символ уссурийской тайги. Он играет важнейшую роль в экосистеме региона. В Приморье в рамках программы по восстановлению лесов уже высадили около 700 тысяч саженцев корейского кедра елей-лиственниц. А на данный момент закуплено 5 центнеров семян кедра. Их планируется высадить на вырубленных арендаторами участков. Всего до конца года будет сформировано более одной тонны страхового запаса семян. С 2013 года в регионе реализуется программа развития лесного хозяйства в Приморском крае. Она рассчитана до 2021 года. При этом три с половиной сотни засаженных новым лесом гектаров к 2024 году представляются просто каплей в море. Ведь только за минувшую зиму в Приморье сгорели десятки тысяч гектаров леса. Временный поверенный в делах КНДР Зин Чжон Хеп срочно прибыл в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг задержания двух северокорейских шхун в Японском море. Напомним, что накануне приморские пограничники обнаружили в исключительно экономической зоне России в Японском море две северокорейские шхуны. Первое судно и его экипаж составом 21 человек были задержаны незамедлительно. При захвате второй шхуны КНДР пограничники встретили вооруженное сопротивление. В результате трое военнослужащих получили ранения. Однако многие местные жители уверены, такого развития событий следовало ожидать. Рыболовецкие шхуны Северной Кореи уже не первый год и не в первый раз замечены у берегов Приморья. Подробнее в следующем сюжете. В этом году лето вышло не слишком солнечным, и это еще мягко сказано. Особенно щедрым на осадке оказался август месяц. Если приморским фермерам он принес полутора миллиардные убытки, то ушлым рыбакам-нелегалам из вроде бы добрососедской Корейской Народно-Демократической Республики одни лишь барыши. По крайней мере так считают жители окрестностей бухты Ольга, которые еще полтора месяца назад снимали якобы прибитые штормом северокорейские шхуны на видеокамеры своих смартфонов. Вот пролив аскольд, а вот раз, вот два и вот три. Звук дизеля, слышите? Они терпят бедствие, они трал тянут. Официально во всех новостях сообщалось, что северокорейские рыбаки якобы терпят бедствие и вошли в злачные бухты Приморья, чтобы перееждать стихию. Однако приморские жители не раз уличали последователей Чучхе в промысле, причем методами, запрещенными даже для своих отечественных мореходов. Небывалая активность северокорейских рыбаков, ведущих незаконный вылов в территориальных водах России в Приморском крае, повлекла за собой наращивание силового присутствия береговой охраны в регионе. Пограничники даже вынуждены были обратиться за помощью к сахалинцам. Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные плавсредства соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне Российской Федерации на травежье поселка Преображение уже находится более ста северокорейских шкун. В целях пресечения незаконного промысла в этот район дополнительно направлены корабли пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Через сутки после сделанного заявления пограничники задержали 250 рыбаков-иностранцев и 16 маломерных плавсредств, оснащенных тралами и сетями. А уже через неделю случилось вопиющее происшествие. Корейцы не захотели сдаваться и дали страже морских границ вооруженный отпор, в том числе ранив несколько пограничников. Причины яростного нежелания рыбаков из КНДР подчиняться законным требованиям российских силовиков теперь точно известны. Все задержанные суда занимались нелегальным промыслом, и именно с этой целью прибыли в территориальные воды нашей страны. Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана, экипажем второй северокорейской шхуны более 45 человек осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Агрессивный экипаж и обе шхуны сейчас транспортируют в находку. Впрочем, как быть сотней другой трети еще не пойманных и потому безнаказанных рыбаков, так сказать, братского режима. Сейчас этим занимается временный поверенный посольство КНДР в России. Его уже вызвали Министерство иностранных дел Российской Федерации. Евгений Черомухин, Новости на восьмом. С 2020 года в Приморском крае вводится запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта, работающих на основании патентов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Кожемяка. Этот запрет распространится на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси. Исключение составят лишь водители арендованных автобусах, работающие на туристических и экскурсионных маршрутах. По действию документа попадают более 300 иностранцев, получивших ранее патент на работу в Приморском крае. В Москве будет рассмотрена жалоба на фантастический приговор первой инстанции по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева. Слушание состоится в Мосгорсуде 3 октября 2019 года. Уже три года экс-мэр Владивостока находится в СИЗО «Матросская тишина». Но интерес общественности и центральных СМИ к процессу не ослабевает. На интернет-портале Infox опубликована статья под заголовком «Игорь Пушкарев. 15 лет в колонии за социальный проект». В ней говорится, что гуманитарная помощь в особо крупном размере не проходит для дарителя благополучно. Если бизнесмен с социальной жилкой решает пойти во власть, стремление привлечь личные финансовые ресурсы для решения общественных проблем обернется крупными неприятностями. Так случилось с Игорем Пушкаревым. В статье приводятся факты, которые вновь будут озвучены на процессе Мосгорсуда, намеченного на 3 октября. Как полагают Игорь Пушкарев и его адвокаты, приговор будет отменен. Экс-мэр Владивостока признает, что вел незаконную предпринимательскую деятельность. И это означает, что обвинение во взяточничестве некорректно, ведь нельзя дать взятку самому себе. Адвокат Андрей Князев говорит о снижении срока наказания в связи с исключением статьи со взяткой. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев утверждает. В Москве публичность суда выше. Когда неоднозначное преступление, когда неизвестно, нанесен ли ущерб бюджету или наоборот, он получил прибыль, очень многое зависит от общественного мнения. Вопрос в том, будет ли процесс абсолютно законным, соответствующим всем статьям и нормам морали. А это во многом вопрос к журналистам. Как будет освещаться этот процесс? Что общество будет о нем знать? Именно поэтому Игорь Пушкарев выступает за полную прозрачность документов по делу. Все подробности процесса можно прочесть на официальном сайте эксглавы Владивостока Игоря Пушкарева www.igordefis.pushkarev.com А также аккаунтах Игоря Пушкарева в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Instagram и Одноклассники. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой Свои надежнее ДВФУ запускает образовательную программу подготовки государственных кадров по новой формации для ДФО Большой конгресс Во Владивосток приехали более 4 тысяч врачей и ученых из разных сфер медицины, а также Нобелевский лауреат Очередной гигант Владивосток встретил лайнер Quantum of the Seas с 5 тысячами туристов на борту Партнер выпуска новостей натуральные снеки Эст Бали Кешью В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки Орехи Кешью, гранолу и попкорн Орешки Кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью Обережно собранные тропические ингредиенты, кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль Идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки Спрашивайте Эст Бали Кешьюс во всех супермаркетах города Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем Свои надежнее ДВФУ запускает образовательную программу подготовки государственных кадров по новой формации для ДФО Большой конгресс Во Владивосток приехали более 4 тысяч врачей и ученых из разных сфер медицины, а также Нобелевский лауреат Очередной гигант Владивосток встретил лайнер Quantum of the Seas с 5 тысячами туристов на борту Школа экономики и менеджмента ДВФУ 1 ноября запускает образовательную программу подготовки государственных кадров новой формации Masters of Public Administration, не имеющую аналогов России Ее цель – обеспечить эффективную реализацию национальных проектов на Дальнем Востоке А также развить широкий спектр профессиональных и надпрофессиональных компетенций управленческих кадров для Приморского края Программа тщательно продумана и обладает уникальным подходом к обучающимся За каждым из них будет закреплен персональный ментор Составлен индивидуальный план профессионального и личностного развития Кроме того, в течение учебного года слушатели ждут образовательные модули от ведущих российских экспертов-практиков в области реализации национальных проектов Использование данных для принятия решений Управление инвестиционным климатом в регионе Эффективного лидерства кросс-культурных коммуникаций с учетом специфики стран Восточной Азии Подать заявление на обучение можно до 1 октября 2019 года на сайте образовательной программы Тихоокеанский медицинский конгресс открылся во Владивостоке Это крупнейшее мероприятие в жизни медицинской общественности Дальневосточного региона Конгресс является масштабной платформой для повышения квалификации, обмена опытом и диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины В этом году мероприятие пройдет в 16-й раз Его участниками стали более 4000 человек, в том числе представители страны АТР Китая, Корея, Япония А это ведущие российские и зарубежные кардиологи, хирурги, анестезиологи, реаниматологи, психиатры, неанатологи, специалисты в области уникальных репродуктивных и клеточных технологий, фармакологи и многие другие В рамках Конгресса пройдет около 30 симпозиумов, проведут мастер-классы, лекции, тренинги, состоится пленарное заседание, а также будет работать школа практикующих врачей Помимо этого в рамках Конгресса состоится конкурс молодых ученых А в ДВФУ в эти дни проходит еще один медицинский форум Конференция «Будущее биомедицины» Гость конференции – британский биохимик, Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Ричард Тимоти Хант На конференции представляют последние достижения современной молекулярной медицины Исследования в области генетики, биологически активных соединений В Приморском крае продолжается круизный сезон Владивосток встретил очередного настоящего морского гиганта Лайнер Quantum of the Seas, один из крупнейших, когда-либо заходивших в российские порты, пришвартовался у морского вокзала На борту судна около 5000 путешественников, в основном из Китая Подробности у Дмитрия Беломестного Владивосток второй раз за две недели встречает океанского лайнера-гиганта На этот раз визит в столицу Дальнего Востока нанесло круизное судно Quantum of the Seas Старший брат недавно гостившего в Приморье – Spectrum of the Seas Лайнер является первым круизным судном компании Royal Caribbean International класса Quantum Quantum of the Seas может похвастаться необычными развлечениями На лайнере есть автодром, скалодром и бар, в котором напитки наливает робот Кроме того, на верхней палубе создана искусственная волна для занятия серфингом и аэротруба Всего на борту лайнера находятся почти 5000 пассажиров Для туристов в столице Приморья организована обзорная экскурсия по городу Также будет предложено посетить городские музеи и прокатиться по Транссибирской магистрали Я работаю певицей на лайнере, это мой первый раз в России, очень круто Хочу прогуляться по городу, сделать фото вон там и вкусно поесть Мы с моими друзьями собираемся посетить музеи Для меня Владивосток удивительный город Мы празднуем на лайнере 80-летие бабушки Да, а она все еще школьница и обожает историю Это мой первый визит в Россию, очень захватывающе Я тоже здесь впервые Да, здесь очень здорово Здорово, я бы вновь вернулся сюда Да, здесь очень мило, много моря, вкусная еда Круиз начался в китайском портовом городе Тянцзинь, откуда круизное судно вышло в направлении Японии В стране восходящего солнца лайнер посетил города Фукуока и Сака и Мината Затем Quantum of the Seas направился во Владивосток А далее круизный лайнер возьмет курс снова на Тянцзинь Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев, новости на восьмом Проехать на велосипеде все контрольные пункты По специальному маршруту, соблюдая требования дорожных знаков, разметки, жестов регулировщика Во Всероссийском детском центре «Океан» завершился очередной этап программы «Дороги без опасности» на территории детского автогорода Ребята демонстрировали умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к реальным дорожным условиям За соблюдением правил наблюдали судьи, сотрудники госавтоинспекции Во Всероссийском детском центре «Океан» активно ведется работа по пропаганде безопасности дорожного движения среди детей совместно с управлением ГИБДД Еще с 2008 года, когда впервые открылся детский автогород Мы готовились, мы выиграли в городе Уссирийске по Приморскому краю муниципальные конкурсы краевые И из-за этого попали на данное мероприятие, ну, я решил билеты по ДД, 18 баллов, двумя ошибками Для прохода надо было 15 набрать, вот я решил правильно Очень интересно, дает, возможно, какой-то даже опыт для будущего Экспериментальный детский автогород – уникальный объект на Дальнем Востоке Построенный с целью повышения безопасности дорожного движения Площадь автогорода составляет 3000 квадратных метров На его территории расположен автодром, где установлены 80 дорожных знаков Нанесена дорожная разметка, возведены мосты, туннели, а также учебный комплекс Где размещены классы с автотренажерами, компьютерами и наглядными пособиями Экологи коалиции «Свободу касаткам» и «Белухам» в своем аккаунте Вистаграм призвали ученых Обнародовать новую схему логистики выпуска оставшихся в китовой тюрьме в Приморье Белух Прежде были выпущены три партии – 27 июня, 16 июля и 6 августа Транспортировку очередной группы животных должны были начать еще 12 сентября Но и запаводка на Амуре отложили на неделю По сообщениям от ВНИРа о том, что теперь морских млекопитающих будут перевозить более крупными партиями Экологи серьезно обеспокоились Ведь по данным Минприроды в бухте средней остаются 75 белух Когда и каким образом будет производиться транспортировка белух Чтобы все 75 животных были выпущены на свободу до наступления холодов Почему изменения в схемах и графиках не согласовываются с заинтересованными научными и общественными организациями? Эти вопросы пока остаются открытыми Восьмой канал будет следить за развитием событий На стадионе «Строитель» начался капитальный ремонт По задумке нового проекта там появятся качественный газон, легкоатлетические дорожки, а также новые трибуны При этом представители городской администрации пообещали сохранить на стадионе традицию заливать каток Подробности расскажет Максим Яковлев Такого глобального ремонта на стадионе «Строитель» не видели уже много лет И это не косметические обновления, а самое настоящее перерождение Реконструкция финансируется в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» Свою финансовую поддержку предоставил и сам Владивосток Первый этап – это у нас как раз-таки перестилка самого поля В дальнейшем, скорее всего, на следующий год мы планируем уже здесь организовать новые трибуны Также два ныне существующих комплекса на территории этого участка есть, где люди занимаются боксом, единоборствами Они просто находятся, скажем так, не в очень хорошем состоянии И вот как раз-таки в планах провести реконструкцию, ну либо капитальный ремонт, это будет определено уже проектом Вдохнуть новую жизнь в старенький стадион просили многие И обычные горожане, которые делают здесь пробежки, и бейсболисты, для которых это поле – второй дом Совмещать различные дисциплины на одной территории всегда было непросто Теперь же качественный газон, современные трибуны и новые легкоатлетические дорожки позволят без проблем заниматься здесь легкой атлетикой, футболом и даже выполнением норм ГТО А те же бейсболисты получат специальное съемное оборудование, которое не будет мешать всем остальным Кстати, ледовый каток, которым так всегда славился строитель, вопреки всем слухам, никуда не пропадет Поменяется лишь его формат и условия содержания Пока же задача – навести порядок на основном поле В данный момент выбрано 2760 кубометров грунта В данный момент выполняется устройство слоя песка с уплотнением Дальше засыпаем, все это щебнем Мы готовим основание под искусственную траву Также мы расширяем существующие беговые дорожки и производим их асфальтирование Первый этап реконструкции завершится уже в середине октября После этого на стадион зайдут специалисты из Хабаровска, которые займутся непосредственно газоном Сдать уже готовый обновленный строитель обещают к началу зимы Вход на площадку так и останется свободным Максим Яковлев, Сергей Тулатиев, Новости спорта на восьмом И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке Отвечают лично Президент страны поручил главам регионов пострадавших от паводков Лично следить за ликвидацией последствий Голодные игры При задержании северокорейских шхун в Японском море Трое российских пограничников получили ранения Интерес общественности и центральных СМИ к процессу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева не ослабевает Свои надежнее ДВФУ запускает образовательную программу подготовки государственных кадров новой формации для ДФО Большой конгресс Во Владивосток приехали более 4 тысяч врачей и ученых из разных сфер медицины, а также Нобелевский лауреат Очередной гигант Владивосток встретил лайнер Quantum of the Seas с 5 тысячами туристов на борту На сегодня это все Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала Телефон нашей редакции 249 88 12 Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем 8 канал, главное Владивосток ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!